добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня ролик будет опять немножко не в тему не в тему аккумуляторов но в тему наверное с такой темой могут столкнуться все пользователи зарядных устройств значит вот вы наверное обратили внимание когда я снимал ролик про вымпел 15 как у нас верещал вот этот кулон проблема в том что зарядники бывают у меня работают сутками бывают сутками бывают с гусями и подшипники подшипники на них стоят подшипники скольжения выбивается смазка с вентилятор в кулерах и они начинают верещать свистеть рычать и все прочее сейчас разберем давайте кулончик и попробуем этот подшипник смазать так я вам покажу как это делаю я и так приступаем к разбору клона вот как видим разлетелись ножки под ножки на этом клоне вроде не перетянутые ну почему-то вышли строя поэтому сейчас подумаю что можно будет подложить чтобы то же самое на это видео кривобокий почему-то они разлетаются вроде не затягиваю не перетягивал ну ладно давайте разберем смотрите какие изумительные саморезы стоят на кулоне вот этими саморезами это устройство скреплено скреплены скреплен корпус но запас надежный запас прочности очень большой и очень такой надежный солидный внушительный молодцы ребята сделано в россии конечно можно смело этими зарядниками кидаться ничего с ними не будет ладно но ножки почему-то разлетелись все так продолжаем разбирать скрыли крышку видим отчаянно большое количество пыли ну друзья аккумулятор сервис у меня находится в гараже поэтому ничего удивительного в этом нет вентилятор припаян хотя можно было этот кулерочек конечно поставить на разъем ладненько давайте будем смотреть что с нашим кулером кулерок также у нас вплавлен в корпус как видим это сделано для того производитель думает что эти кулера вечные и что они не подлежат вероятно не подлежат замене да хотя вот сороковничек да стоит есть принципе можно было и 60 кулерок поставить так вот проверка смотрите элементарно проверяем как он у нас рычит ну слышно что издает рокот сейчас снимаем вот это вот как ее назвать заглушка затычка заклейка сейчас мы ее снимем и продолжим нашу работу дальше сняли нашу заклейку заглушку затычку и вот такое моторное масло масло мотор это у меня синтетика нам нужно буквально капельку и вот сюда мы эту капельку проталкиваем можно еще и теперь ждем пока она не провалится можно немножко прокрутить кулер чтобы она пропиталась подождем твою маму подождем твою мать пока вот это все хозяйство туда не уйдет маслица уйдет туда и все собираем в обратной последовательности кулер у нас помазан теперь я надеюсь он верещать не будет в следующих роликах я вам продемонстрирую то что кулер у нас перестала нас рычать они до работы конечно у кулонов много такие на заклепках перехераченные транзисторы радиатором на все на заклепках все на заклепках сейчас возьму кисточку и попробую аккуратненько удалить пыль в принципе можно и пылесосом сейчас посмотрю ну примерно так мажется кулера на этом ролик закончен так не ждут и да нет еще пока не сдут и конденсаторы так надо искать запас 350 вольт 100 ампер не есть такие все друзья на этом ролик закончен всем добра удачи всем пока а самое главное берите свои батарейки ну друзья сделаю еще одну небольшую дописку хоть я и попрощался сказал до свидания давайте с вами опять поздороваюсь здрасте так сделали небольшую доработку лайфхак или по-русски тюнинг и вот такие вот примастерил примастерил ножки значит передние ножки это от аккумуляторов уже догадались задней от пластиковые крышки от бутылок так небольшое важное уточнение ни в коем случае не используйте крышки от кока-колы потому как в кока-коле содержится очень много сахара кого может заболеть сахарным диабетом и выйти из строя очень важное уточнение ну отлично смотрится бодрякова крышки как будто там и были и очень тоже надежного теперь точно можно кидаться этим зарядником и дать кому-нибудь отмашку ванника всем добра удачи всего самого наилучшего добра добра уже говорил удачи здоровья берегите свои батарейки всем пока а